Как победить главную причину смерти во всем мире? Об этом говорили сегодня медики всех стран. 29 октября ежегодно отмечается День борьбы с инсультом. Только в России смертность этого недуга одна из самых высоких. На ее долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Чтобы предупредить и успеть вовремя оказать помощь, Центр здоровья организовал выездные марафоны по образовательным учреждениям. Как распознать инсульты и принять первые меры, рассказали и ученикам школы поселка Искателей. Если, даже если ты идешь по улице, если заметишь, что человеку плохо, ну, пьяный, и не спешат ему помочь, просто походят равнодушно мимо, а возможно у этого человека случился инсульт. Ученица 10 класса Искательской школы Александра Ударова точно знает, когда человеку может понадобиться помощь медика. Девочка планирует стать врачом. О том, как распознать инсульт среди множества других недугов и какую помощь необходимо оказать больному, ей рассказали на семинаре. В Нинецком округе на 1 октября текущего года 58 жителям НАУ диагноз «Острое нарушение мозгового кровообращения» поставлен впервые. 29 человек умерли в этом году от инсульта. Дело в том, что инсульт молодеет. Молодеет на фоне стрессов, на фоне неправильного питания, на фоне фастфудов, неправильного питания, фастфуды. Не умеют правильно переживать стресс. При стрессе происходит большой выброс адреналина в кровь, поднимается давление высокое. За последние 10 лет частота инсультов у людей, не достигших даже 40-летнего возраста, увеличилась примерно на 25%. Чтобы защитить себя от нежелательных и опасных состояний, сотрудники Центра здоровья познакомили слушателей семинара с комплексом правил, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать смертельное заболевание.